Глава восьмая Мы с Денфордом, с особым интересом и смешанным чувством благоговеяния и страха, отыскали на барельефах то, что относилось к месту нашего пребывания. Такого материала, естественно, было предостаточно. Кроме того, скитаясь по наземным лабиринтам города, мы изобрели по счастливой случайности в исключительно старое здание, на потрескавшихся стенах которого, в декадентской манере последних скульпторов, разворачивалась история города и его окрестностей после Плюоцена. На нем обычно завершались все прочие скульптурные рассказы. Этот дом мы облазили и изучили до последнего уголка, и то, что нам удалось здесь узнать, поставило перед нами новую цель. Итак, нам суждено было попасть в самое таинственное, жуткое и зловищее место на Земле. И самое древнее. Мы почти поверили, что это мрачное Нагорье и есть то самое легендарное плато Лэнг, средоточие зла, о котором страшился упоминать даже безумный творец Некрономикона. Грандиозная горная цепь была невероятна, умопомрачительна длинна, зарождаясь невысоким кряжем на Земле у моря Уделла и пересекая весь континент. Наиболее высокий массив образовывал величественную арку между 82 градусом южной широты, 60 градусом восточной долготы и 70 градусом южной широты, 115 градусом восточной долготы, вогнутой стороной обращенную к нашему лагерю, а одним концом упиравшуюся в закованное льдом морское побережье. Уилкс и Маусон видели эти горы на широте Южного Полярного Круга, но нас ожидало еще более сокрушительное открытие. Как я уже говорил, хребты эти превышали Гималай, но древние резчики по камню уверяли нас, что они уступали другим, еще более грандиозным. Тех великанов окутывала мрачная тайна, большинство скульпторов предпочитали не касаться этой темы, другие приступали к ней с очевидной неохотой и робостью. Похоже, та часть древней суши, что поднялась из моря первой после того, как оторвался кусок, образовавший луну, и со своих дальних звезд прилетели старцы, таила себе, по мнению пришельцев, неведомое, но ощутимое зло. Возводимые там города преждевременно разрушались, их жители внезапно пропадали неведомо куда. Когда первые подземные толчки сотрясали эту зловещую местность, и скачнувшиеся, а затем разверзшиеся земли, неожиданно выросла пугающая громада хребтов с высоко взметнувшимися вершинами. Так, среди грохота и хаоса, земля произвела свое самое жуткое творение. Если система координат на барельефах соответствовала истине, то эти рождающие ужас и омерзения гиганты вздымались на высоту более 40 тысяч футов, значительно превосходя покоренные нами хребты безумия. Они тянулись от 77 градусов южной широты и 70 градусов восточной долготы до 70 градусов южной широты и 100 градусов восточной долготы, и, следовательно, находились всего в 300 милях от мертвого города. Так что, не будь тумана, мы могли бы различить на западе их сумрачные вершины, а их северную оконечность можно видеть с широты южного полярного круга на земле королевы Мэри. Во времена упадка некоторые старцы возносили этим горам тайные молитвы, однако никто не осмеливался приблизиться к ним или хотя бы предположить, что находится за ними. Из людей также ни один человек не бросал взгляда на этих великанов, но, видя, какой страх источают эти древние изображения, я от всей души порадовался тому, что этого и не могло случиться. Ведь за этими колоссами проходит еще одна цепь гор, королевы Мэри и кайзера Вилькельма, заслоняющая гигантов со стороны побережья, и на эти горы, к счастью, никто не пробовал взобраться. Во мне уже нет былого скептицизма, и я не стану насмехаться над убежденностью древнего скульптора, что молния иногда задерживалась на гребне этих погруженных в тяжелое раздумье гор, и тогда ночь напролет мерцал там дивный таинственный свет. Возможно, в древних панакатических рукописях, где упоминается кадат из страны холода, за таинственными темными словесами скрывается подлинная и ужасающая реальность. Впрочем, городу хватало и своих загадок, пусть и не столь демонических. С его основанием, ближние горы понемногу обрастали храмами. Они состояли, как мы уже разумели, из барельефов в тех местах, где теперь лепились друг другу диковинные кубы и крепостные валы. Все, что осталось от башен неизъяснимой красоты и причудливых, устремленных ввысь шпилей. Затем, с течением времени, появились пещеры, которые соответствующим образом оформлялись, становясь своеобразными придатками к храмам. Шли годы, подземные воды источали слой известняка, и пространство под хребтами, нагорьем и равниной превратилось в запутанный лабиринт из подземных ходов и пещер. Многие барельефы открыли осмотрами Старца бесчисленные подземелья, а также неожиданно открытое и метам море, которое, подобно Стиксу, таилось в земном лоне, не зная ласки солнечных лучей. Эта сумрачная пучина была, конечно же, порождением реки, текущей со стороны зловещих, не имеющих названия западных гор. У хребтов безумия она сворачивала в сторону и текла вдоль гор, вплоть до своего впадения в Индийский океан между землями Бадда и Тоттона на побережье Уолкса. Понемногу река размывала известняк на повороте, пока не достигла грунтовых вод, а сливаясь с ним, еще большей силой продолжала точить породу. В конце концов, сломив сопротивление камня, воду ее излились вглубь земли, а прежнее русло, ведущее к океану, постепенно пересохло. Позже его покрыли постройки постоянно разраставшегося города. Поняв, что произошло с рекой, старцы, повинуясь присущим им мощному эстетическому чувству, высекли на своих самых изысканных пилонах картины низвержения водного потока в царство вечной тьмы. С самолета мы видели бывшее русло этой когда-то прекрасной реки, одетой в былые годы, в благородное кружево каменистых мостов. Положение, которое занимала река на барельефах, изображающих город, помогло нам лучше понять, как менялся мегаполис в бездонном колодце времени. Мы даже наскоро набросали карту с основными достопримечательностями, площадями, главными зданиями и прочими приметами, чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем. Скоро мы могли уже воссоздать в своем воображении живой облик этого поразительного города, каким он был миллион, десять миллионов или пятьдесят миллионов лет назад. Так искусно изобразили древние скульпторы здания, горы и площади, окраины и живописные пейзажи с бурной растительностью третичного периода. Все было пронизано, несказанное мистической красотой, и впитывая ее в себя, я забывал о гнетущем чувстве, порожденном, непостижимом для человека возрастом города, его мертвым величием, укрытостью от мира и сумрачным сверканием льда. Однако, судя по барельефам, у обитателей города также частенько на душе кошки скребли и сердце сжималось от страха. Нередко встречались изображения старцев, отшатывающихся в ужасе от чего-то, чему на барельефах никогда не находилось места. Косвенно можно было догадаться, что предмет этот выловили в реке, которая принесла его с загадочных западных гор, поросших вечно шелестящими деревьями, увитыми диким виноградом. Только в одном доме поздней постройки мы отчетливо прочли на Декадентском барельефе предчувствие грядущей катастрофы и опустения города. Несомненно, были и другие свидетельства, несмотря на снижение творческой активности и художественных устремлений, характерное для скульпторов смутного времени. Вскоре мы в этом, хоть и не воочию, смогли убедиться, но тот барельеф был первым и единственным в таком роде из всех, какие мы внимательно рассмотрели. Мы хотели продолжить осмотр, но, как я уже говорил, обстоятельства изменились, и перед нами возникла новая цель. Впрочем, вскоре все настенные свидетельства и так исчерпали себя. Надежда на долгое безоблачное будущее покинула старцев, а с ней и желание украсить свой быт. Окончательный удар принесло повальное наступление холодов. Они сковали почти всю планету, а с полюсов так никогда и не ушли. Именно эти жестокие холода и уничтожили на противоположной стороне планеты легендарные земли Ламара и Гипербореи. Трудно сказать, когда именно воцарились в Антарктике холода. Сейчас мы относим раннюю границу ледникового периода на 500 тысяч лет от нашего времени. Но по полюсам этот бич божий хлестнул еще раньше. Все цифры, конечно, условны, но весьма вероятно, что последние барельефы высечены менее миллиона лет назад. А город покинут полностью. Задолго до времени, которое принято считать началом плиста цена. То есть, раньше, чем 500 тысяч лет тому назад. На поздних барельефах растительность выглядит более скудной. Да и сама жизнь горожан далеко не бьет ключом. В домах появляются нагревательные приборы. Путники зимой кутаются в теплую одежду. Картуши, которые все чаще разбивают каменную ленту поздних барельефов, вторгаясь со своей темой, отобразили отдельные элементы непрерывной миграции. Часть жителей укрылась на дне моря, найдя прибежище в подводных поселениях у далеких берегов. Другие опустились под землю и, проскитавшись по запутанным известняковым лабиринтам, вышли к пещерам на краю темных бездонных вод. Так сложилось, что большинство обитателей города предпочли уйти под землю. До какой-то степени это объяснялось тем, что место здесь почиталось священным. Но главным было, конечно же, то, что в этом случае оставалась возможность пользоваться храмами, возведенными на изрезанных подземными галереями хребтах, а также быть в самом городе, оставленном в качестве летней резиденции и координационного пункта между отдельными поселениями. Провели кое-какие земляные работы, улучшили уже существующие подземные пути, а также проложили новые, напрямик соединяющие древнюю столицу с темной пучиной. Тщательно все просчитав, мы нанесли входы в эти новые, прямые как стрела туннеля на пути водитель, который понемногу рождался под нашими руками. По меньшей мере два туннеля начинались неподалеку от нас, ближе к хребтам. Один всего в четверти мили в направлении древнего русла реки, а другой примерно вдвое дальше, в прямо противоположном направлении. Новый город старцы выстроили не на пологих берегах подземного моря, а на его дне. Температура там была равномерно теплой. Огромная глубина этого тайного моря давала гарантию, что внутренний жар земли позволит новым поселенцам жить там сколько потребуется. Те же без труда приспособились проводить под водой большую часть времени, а позднее и вовсе перестали выходить на берег. Они ведь никогда не позволяли жабрам окончательно отмереть. На отдельных барельефах мы видели картины посещения старцами живущих под водой родственников, а также их продолжительных купаний на дне глубокой реки. Не смущала их и вечная тьма земных недр, сказалась привычка к долгим арктическим ночам. Когда же древние скульпторы рассказывали на своих барельефах о том, как на дне подземного моря закладывали новый город, их декадентская упорядоченная манера преображалась, и в ней появлялись характерные эпические черты. Подойдя к проблеме научно, старцы наладили в горных недрах добычу особо прочных камней и пригласили из ближайшего подводного селения опытных строителей, чтобы использовать в работе новейшие технологии. Специалисты захватили с собой все необходимое для успешной деятельности, а именно, клеточную массу для производства шаготов чернорабочих, способных поднимать и перетаскивать камни, и протоплазму, с легкостью превращающуюся в фосфорицирующие организмы, освещающие темноту. И вот, на дне мрачного моря вырос громадный город, архитектурой, напоминавший прежнюю столицу, а мастерством исполнения даже превзошедшей, ибо везде строительству предшествовал точный математический расчет. Новые шаготы достигли здесь исполинских размеров и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с удивительной быстротой. Со старцами они изъяснялись, подражая их голосам, методичным, трубным звукам, слышимым, если правильно предположил бедняга Лейк на большом расстоянии. Теперь шаготы подчинялись не гипнотическому внушению, а простым командам, и были идеально послушны. Фосфорицирующие организмы полностью обеспечивали старцев светом, компенсируя этим утрату полярных сияний, неприметных спутников антарктических ночей. Изобразительные искусства продолжали существовать, хотя упадок был очевиден. Старцы, по-видимому, и сами это понимали, потому что во многих случаях предвосхитили политику Константина Великого и перенесли в подводный город несколько глыб с великолепными образцами древней резьбы, подобно тому, как вышеозначенный император, в такое же гиблое для искусства время ограбил Грецию и Азию, вывезя оттуда лучшие произведения искусства, чтобы сделать свою новую столицу, Византию, еще более прекрасной. То, что старцы не забрали из бывшей столицы все барельефы, объяснялось несомненно тем, что первое время город на суше не был еще полностью заброшен. Когда же он полностью обезлюдил, а это случилось еще до прихода на полю самых жестоких холодов Пристоцена, старцев уже, видимо, вполне устраивало современное искусство, и они перестали замечать особое совершенство работы древних резчиков и воятелей. Во всяком случае, вековые руны вокруг нас во многом сохранили свои первоначальные красоты, хотя все, что было легко вывести, особенно отдельно стоящие прекрасные скульптуры, обрели новое пристанище на дне подземного моря. Эта история, рассказанная на панелях и картушах, последнее свидетельство об ушедшей эпохе, обнаруженная нами на ограниченной территории наших поисков. Выходило, что старцы некоторое время жили как бы двойной жизнью, проводя зиму на дне подземного моря, а летом возвращаясь в свою бывшую столицу. Завязалась активная торговля с другими городами в относительном отдалении от антарктического побережья. К этому времени стала абсолютно ясна обреченность земного города, и резчики сумели показать на своих барельефах многочисленные признаки вторжения холода. Растительность гибла, и даже в разгар лета грозные приметы зимы полностью не исчезали. Присмыкающиеся вымерли почти полностью, млекопитающие разделили их участь. Чтобы продолжать работу на суше, можно было приспособить к земным условиям жизни, удивительно хорошо переносящих холод бесформенных шаготов. Но этого-то старцы совсем не хотели. Замерла жизнь на великой реке, опустело морское побережье. Из его былых обитателей задержались только тюлени и киты. Птицы улетели. По берегу ковыляли одни крупные неуклюжие пингвины. Можно только предполагать, что произошло дальше. Как долго просуществовал подводный город? Может, этот каменный мертвец по-прежнему стоит там в вечном мраке? Замерзли подземные воды или нет? И какова судьба других городов на дне океана? Выбрались ли из-под ледяного колпака старцы? Может, эмигрировали к северу? Но современная геология нигде не обнаружила следов их пребывания. Значит, злобные мигов все еще создавали угрозу на севере. И кто знает, что таится сейчас в темноте, неведомая морской пучине, затерявшаяся в потаенных глубинах земли. Сами звездоголовые и их творения могли выдерживать колоссальное давление. А рыбаки иногда вылавливали бы в этих краях всякие диковины. И может, вовсе не кит-убийца повинен, как предполагали в кровавой резне, оставившей на телах тюленей многочисленные ранения? На что обратил внимание поколение назад Бора Гривинг? Экземпляры, найденные беднягой Лейком, обсуждению не подлежали. Их засыпало в пещере, в те времена, когда город был совсем еще юным. По всем признакам, им было не меньше 30 миллионов лет, а тогда, как мы понимали, подземный город в заполненной водами каверни еще не существовал, как, собственно, и сама каверна. Если они ожили, то помнили бы только те давние времена, когда повсюду буйно росла зелень, ведь шел третичный период. В городе процветали искусства. Могучая река несла свои воды на север, вдоль величественных гор, к далекому тропическому океану. И все же у нас не шли из головы эти твари, особенно восемь полноценных, которые таинственным образом исчезли из развороченного лагеря Лейка. Слишком многое не укладывалось в голове, и потому приходилось относить разные дикие вещи насчет внезапного помешательства кого-нибудь из членов экспедиции. И эти невероятные могилы, и множество пропавших вещей, и исчезновение Агэдни. Потрясла нас неземная плотность тканей древних чудищ и всякие странности в их биологии, о которых поведали нам древние скульпторы. Словом, мы с Денфордом многое повидали за несколько последних часов, но были готовы к встрече с новыми пугающими и невероятными тайнами первобытной природы, о которых собирались хранить молчание. Глава девятая Я уже упоминал, что во время осмотра упаднических барельефов у нас родилась новая цель. Она, конечно же, была связана с теми пробитыми в земле туннелями, которые вели в мрачный подземный мир, и о существовании которых мы поначалу не имели понятия, зато теперь сгорали от любопытства и желания поскорее увидеть их и по возможности обследовать. Из высеченного на стене плана было ясно, что стоит нам пройти по одному из ближайших туннелей около мили, и мы окажемся на краю головокружительной бездны, там, куда никогда не заглядывает солнце. По краям этого неправдоподобного обрыва старцы проложили тропинки, ведущие к скалистому берегу потаенного, погруженного в Великую Ночь Океана. Возможность воочию созерцать легендарную пучину явилась соблазном, которому противиться было невозможно. Но мы понимали, что нужно либо немедленно пускаться в путь, либо отложить визит под землю до другого раза. Было уже 8 часов вечера, наши батарейки поиздержались, и мы не могли позволить себе совсем не выключать фонарики. Все 5 часов, что мы находились в нижних этажах зданий подо льдом, делая записки и зарисовки, фонарики не выключались, и поэтому, в лучшем случае, их могло хватить часа на 4. Но, исхитрившись, можно было обойтись одним, зажигая второй только в особенно интересных или опасных местах. Так мы обезопасили бы себя, создав дополнительный резерв времени. Блуждать в гигантских катакомбах без света – верная погибель. Следовательно, если мы хотели совершить путешествие на край бездны, нужно немедленно прекратить расшифровку настенной скульптуры. Про себя мы решили, что еще не раз вернемся сюда, возможно, даже посвятим целые недели изучению бесценных свидетельств прошлого и фотографированию. Вот где можно сделать коллекцию черных снимков, которые с руками оторвут любой журнал, специализирующийся на ужасах. Но теперь поскорее в путь. Мы уже израсходовали довольно много клочков бумаги. И хотя нам не хотелось рвать тетради или альбомы для рисования, все-таки пришлось пожертвовать еще одной толстой тетрадью. И если случится худшее, решили мы. Начнем делать зарубки. Тогда, даже если заблудимся, пойдем по одному из туннелей, пока не выйдем на свет. Если, конечно, успеем к сроку. И вот мы, сгорая от нетерпения, направились в сторону ближайшего тоннеля. Согласно высеченной на камне карте, с которой мы перерисовывали свою, нужный тоннель начинался в четверти мили от места, где мы находились. Его окружали прочные, хорошо сохранившиеся дома. Так что, похоже, это расстояние мы могли преодолеть под ледяным покрытием. Тоннель шел из ближайшего к хребтам угла, некой пятиконечной объемистой конструкции. Явно место общественных сборищ, возможно, даже культового характера. Мы еще с самолета пытались разглядеть среди руин такие постройки. Однако, сколько мы не обращались к своей памяти, не могли припомнить, чтобы видели с высоты нечто подобное. И потому решили, что это объясняется, скорее всего, тем, что крыша здания сильно повреждена. А может, и совсем разрушена прошедшая по льду трещиной. Ее-то мы хорошо помнили, но в таком случае вход в туннель мог быть завален. И тогда нам остается попытать счастье в другом туннеле, что начинался примерно в миле к северу. Русло реки отсекало от нас все южные туннели, и окажись оба ближайших хода завалены, наше дальнейшее путешествие не состоится, не позволят батарейки. Ведь до следующего, северного туннеля, еще одна миля. Мы шли сумеречными лабиринтами, не выпуская из рук компас и карту. Пересекали одну за другой комнаты и коридоры, находившиеся на разных стадиях обветшания. Взбирались наверх, шагали по мостикам, опускались снова, упирались в заваленные проходы и груды мусора. Зато на некоторых участках, поражавших по контрасту своей идеальной чистотой, почти бежали, наверстывая упущенное время. Иногда мы выбирали неверное направление, и тогда нам приходилось возвращаться, подбирая оставленные клочки бумаги. А несколько раз оказывались на дне открытой шахты, куда проникал, а точнее, как бы просачивался солнечный свет. И всюду нас мучительно притягивали к себе дразневоображения барельефы. Даже при беглом взгляде на них становилось ясно, что многие рассказывали о важнейших исторических событиях. И только уверенность в том, что мы еще не раз вернемся сюда, помогала нам преодолеть желание остановиться и получше их рассмотреть. Иногда мы все же замедляли шаги и зажигали второй фонарик, будь у нас лишняя пленка. Мы могли бы немного пощелкать фотоаппаратом, но о том, чтобы попытаться кое-что перерисовать, и речи не было. Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы, искушение очень велико, замолчать, или хотя бы частично утаить правду. Но истина важнее всего. Надо в корни пресечь всякие попытки вести в этих краях дальнейшие исследования. Итак, согласно расчетам, мы уже почти достигли входа в туннель, добравшись по мостику на втором этаже до угла этого пятиконечного здания. А затем, спустившись в полуразрушенный коридор, в котором было особенно много подагаденски утонченных поздних скульптур и явно обрядового назначения, когда около половины девятого Дэнфорд своим обостренным юношеским чутьем уловил непонятный запах. Будь с нами собака, она, почуяв недоброе, отреагировала бы еще раньше. Поначалу мы не могли понять, что случилось со свежайшим прежде воздухом, но вскоре память нам подсказала ответ. Трудно без дрожи выговорить это. Этот запах смутно, но безошибочно напоминал тот, от которого нас чуть не стошнило у раскрытой могилы одного из чудищ, рассеченных несчастным лейком. Мы, естественно, не сразу нашли ответ, нас смучили сомнения, запаху находилось сразу же несколько объяснений. А главное, нам не хотелось отступать, слишком уж мы приблизились к цели, чтобы поворачивать назад, не испытав явной угрозы. Кроме того, подозрения наши казались невероятными. В нормальной жизни такое не случается. Следуя своему иррациональному инстинкту, мы несколько притушили фонарик, замедлили ход, и не реагируя больше на мрачные декадентские скульптуры, угрожающие косившиеся на нас с обоих сторон, осторожно на цыпочках, двинулись дальше, почти ползком, преодолевая кучи обломков и мусора, которых с каждым шагом становилось все больше. Глаза у Дэнфорда тоже оказались острее моих, ведь именно он первым обратил внимание на некоторые странности. Мы уже успели миновать довольно много полузасыпанных арок, ведущих в покои и коридоры нижнего этажа, когда он заметил, что ссор на полу не производит впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет фонарики, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь что-то недавно тащили. Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов, но там, где он был мельче и однороднее, следы различались явственнее, видимо тащили какие-то тяжелые предметы. Раз, нам даже померещились параллельные линии, вроде как следы полозьев. Это заставило нас вновь остановиться. Тогда-то мы и почувствовали еще один запах. Парадоксально, но он нас испугал одновременно и больше, и меньше предыдущего. Сам по себе он вполне зауряден, но с учетом места и обстоятельств невозможен. А потому заставил нас похолодеть от страха. Ведь пахло ничем иным, как бензином. Единственное, что приходило на ум, не связано ли это как-то с Гедни? Наше дальнейшее поведение пусть объясняют психологи. Мы понимали, что на это темное, как ночь, кладбище, канувших в вечность времен, прокралось нечто, подобное монстрам с база Лейка. И потому не сомневались. Впереди нас ждет встреча с неизведомым. И все же продолжили путь. То ли из чистого любопытства, то ли из-за смятицы в головах, или под влиянием самогипноза. А может, нас влекло вперед беспокойство за судьбу Гедни? Денфорд напомнил мне шепотом о подозрительных следах на улице города и прибавил, что он также слышал слабые трубные звуки. Очень важное свидетельство в свете оставленного Лейком отчета о вскрытии неизвестных тварей. Эти звуки, впрочем, могли сойти за эхо, гулка разносившаяся по пещерам, изрешетившим горные вершины. Похожие звуки доносились и откуда-то снизу, из таинственных недр. Я тоже прошептал ему на ухо свою версию, напомнив, в каком страшном виде предстали перед нашими взорами лагерь Лейка и сколько всего там исчезло. Одинокий безумец мог совершить невозможное, перевалить через эти гигантские хребты и, подобно нам, войти в каменный первобытный лабиринт. Но поверяя друг другу свои догадки, мы не приходили к единому мнению. Стоя на месте, мы в целях экономии потушили фонарик и только тогда заметили, что в темноте чуть брешется. Это сверху просачивался свет. Непроизвольно двинулись дальше, включая фонарик теперь лишь изредка, чтобы убедиться, что идем в нужном направлении. Неприятный осадок от недавних следов не покидал нас, тем более, что запах бензина становился все сильнее. Разруха усиливалась. Мы спотыкались на каждом шагу и вскоре поняли, что впереди тупик. Наши пессимистические прогнозы оправдались, и виной была та глубокая расщелина, которую мы заметили еще с воздуха. Проход к туннелю был завален. Даже к выходу не пробраться. Зажженный фонарик высветил на стенах глухого коридора очередную серию барельефов и несколько дверных проемов, заваленных в разной степени каменными обломками. Из одного доносился острый запах бензина, почти заглушая другой запах. Приглядевшись, мы обратили внимание, что обломков и прочего мусора там поменьше. Причем создавалось впечатление, что проход расчистили совсем недавно. Сомнений не было, путь к неведомому монстру лежал через эту дверь. Думаю, всякий поймет, что нам потребовалось изрядно подоптаться на пороге, прежде чем решиться войти. Когда же мы все-таки ступили под эту черную арку, то первым чувством было недоумение. В этой уединенной замусоренной комнате, абсолютно квадратной, длина каждой из покрытых теми же барельефами стен, равнялась примерно 20 футам. Не было ничего необычного. И мы инстинктивно закрутили головами, ища прохода дальше. Но тут зоркие глаза Денфорта различили в углу какой-то беспорядок. И мы разом включили оба фонарика. Зрелище было самым заурядным, но говорило о многом. И тут меня опять тянет оборвать рассказ. На слегка притоптанном мусоре что-то валялось. Там же, судя по всему, недавно пролили изрядное количество бензина. От него, несмотря на несколько разряженный воздух, шел резкий запах. Короче говоря, здесь недавно устроили привал некие существа, так же, как и мы, стремящиеся попасть в туннель. И точно так же остановленные непредвиденным завалом. Скажу прямо, все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка. Консервные банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии. Обгоревшие спички. Три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения. Пустой пузырек из-под чернил с цветной этикеткой. Сломанная авторучка. Искром сонные палатки и меховая куртка. Использованная электрическая батарейка с приложенной инструкцией. Коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова могла пойти кругом, но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, испещренных странными пятнами. Но то, что предстало нашим взором в подземном склепе кошмарного города, было абсолютно невыносимо. Сойдя с ума, Гэдни мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах. А затем повторить их тут, на этих листках. Поспешные грубые зарисовки тоже могли быть делом его рук. Мог он составить и приблизительный план места, и наметить путь от обозначенного кружком ориентира, лежавшего в стороне от нашего маршрута, громадной башни цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах. С самолета она нам виднилась громадной круглой ямой, до этого пятиугольного здания и дальше, до самого выхода в туннель. Он мог, повторяю, начертить какой-никакой план, ведь, несомненно, источником для него, так же, как и для наших наметок, послужили все те же барельефы в ледяном лабиринте. Но разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка? Ведь, несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась сразу и намного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь чувствовалась характерная техника рисунка старцев в годы наивысшего расцвета их искусства. Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Дэнфордом безумцами из-за того, что мы не бросились тут же прочь спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения подтвердились. И те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. А может, мы и правда сошли с ума. Ведь назвал же я эти страшные горы хребтами безумия. Но нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих дикие звери где-нибудь в джунглях Африки и рискующих жизнью, только чтобы понаблюдать за ними и сфотографировать. Мы застыли на месте. Страх парализовал нас. Но где-то в глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства. И он, в конце концов, одержал победу. Мы, конечно, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или теми, кто побывал здесь. Но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший туннель, проникли внутрь и направляются на встречу с темными осколками своего прошлого. Если только они сохранились в темной пучине, в неведомой бездне, которую они никогда прежде не видели. А если заблокирован и тот туннель, значит, пойдут на север в поисках другого. Им ведь не так, как нам необходим свет. Это мы помнили. Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции овладели нами тогда, какую форму приняли, и как изменился наш план действий в связи с острым предчувствием чего-то необычайного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с существами, вызывавшими у нас столь жгучий страх. Но, думаю, подсознательно, жаждали хоть издалека их увидеть, тайком подсмотреть из укромного убежища. Мы не расставались окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь перед нами замаячила новая цель – дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы, которую мы видели даже на самых ранних барельефах. Ведь сверху она выглядела просто огромным круглым провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое скрытое величие этой постройки, уважительное к ней отношение. Это заставляло нас думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, построена она в непостижимо далекие времена одной из старейших зданий города. Если там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того, от нее мы могли бы возможно найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно метили клочками бумаги. Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. За гигантским цилиндром начинался ближайший туннель. Не стану описывать нашу обратную дорогу, во время которой мы старались как можно экономнее тратить бумагу. Ничего нового нам не повстречалось. Разве только теперь путь наш реже взмывал вверх, стеляясь по самой земле и даже иногда опускаясь в подземелье. Не однажды замечали мы следы, оставленные прошедшими перед нами незнакомцами, а после того, как запах бензина остался далеко позади, в воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый, неприятный запах, от которого нас бросало в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы стали иногда включать фонарик, направляя свет на стену. И могу вас заверить, не было случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф. Несомненно, то был самым наилюбимейшим видом искусства у старцев. Около 9.30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, обледеневший пол которого, казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже, мы заметили впереди яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш коридор кончается просторной круговой площадкой вроде арены, до которой было уже рукой подать. Впереди вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем нетипичная для мегалолитов, и даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся огромный круг, не менее двухсот метров в диаметре, заваленный обломками и прочим мусором. От него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, к которым мы шли, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и несмотря на разрушительное действие времени, усиленное пребыванием под открытым небом, сомнений не оставалось. Ничто из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу. Но главной достопримечательностью места был огромный каменный пандус, который, не заслоняя коридоры, плавной спиралью взмывал ввысь внутри цилиндрического колосса, подобно своим двойникам в зекуратах древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не заметили его с воздуха, потому-то и не направились к башне, когда решили спускаться под лед. Не сомневаюсь, что Пибоди доискался бы до принципа устройства этой конструкции. Мы же с Дэнфордом могли только смотреть и восхищаться. Каменные консоли и колонны были великолепны, но мы не могли взять в толк, как это все функционирует. Время не повредило пандусу, что само по себе удивительно, ведь он находился под открытым небом. Мало того, он еще предохранил от разрушения диковинные космические барельефы. Опасливо ступали мы на частично затемненное пандусом ледяное дно этого необыкновенного цилиндра. Ведь ему было никак не меньше 50 миллионов лет. Без сомнения, то была самая древняя постройка изо всех, что нам пришлось увидеть. Мы обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных 60 футов. Это означало, судя по нашему впечатлению самолета, что снаружи ледяной пласт тянулся вверх, обхватывая цилиндр еще на 40 футов. Ведь зияющая яма, которую мы отметили с самолета, находилась посреди холма высотой футов в 20, состоящего, как мы решили, из раздробленного каменного крошева. На три четверти яму затеняли массивные, нависшие над ней руины окружающих ее высоких стен. На древних барельефах мы видели первоначальный облик башни. Стоя в центре огромной площади, она взмывалась ввысь на 500-600 футов. Сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, разрушенная кладка осыпалась наружу, иначе рухнул бы пандус, полностью завалив интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалкое. А вот щебень от арок, казалось, недавно отгребли. Не составило особого труда понять, именно по этому пандусу спустились в подземелье неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом, благо башня находилась от оставленного в предгорье самолета на таком же расстоянии, что и внушительных размеров дом с колоннадой, через который мы проникли в сердце города. Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек. Ну да ладно. Остальную разведку можно провести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили мысли о том, чтобы вернуться сюда, и может быть, даже не один раз. И это, несмотря на все увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь груды обломков, но тут необычайное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего зрения. Они-то и пропали из лагеря Лейка, и вот теперь обнаружились здесь, изрядно расшатанные в дороге. По-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым камням и завалам, а кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные и стянутые ремнями знакомые до боли вещи. Наша печурка, канистры с бензином, набор инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент-книге и еще какие-то тюки, словом, похищенные из лагеря Скарп. После всего предыдущего мне очень-то удивились находки. Скажу больше, мы почти были к ней готовы. Однако, когда, склонившись над санями, развязали брезентовый тюк, очертания которого меня почему-то смутно встревожили, нас как громом поразило. По-видимому, существам, побывавшим в лагере, тоже не было чужда страсть к научной систематизации, как и Лейку. В санях лежали два свежезамороженных экземпляра. Раны вокруг шеи аккуратно закреплены пластырем, а дабы избежать дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что это были гытни и пропавшая собака? Глава десятая Наверное, многие сочтут нас бездушными и, конечно же, не вполне нормальными. Но и после этой жуткой находки мы продолжили думать о северном туннеле, хотя, уверяю, мысль о дальнейшем путешествии на какое-то время оставила нас, вытесненная другими размышлениями. Закрыв телагодним брезентом, мы стояли над ним в глубокой задумчивости, из которой нас вывели непонятные звуки, первые, услышанные с того момента, как мы покинули улицы города, где слабо шелестел ветер, спускаясь со своих заоблачных высот. Очень земные и хорошо знакомые нам звуки были настолько неожиданны в этом мире погубой смерти, что, опрокидывая все наши представления о космической гармонии, ошеломили нас сильнее, чем это сделали бы самые невероятные звучания и шумы. Услышав мы загадочные и громкие трубные звуки, мы удивились бы меньше. Результаты, проведенного лайком вскрытия, подготовили нас к чему-то в этом роде. Более того, наша болезненная фантазия после кровавой резни в лагере вынуждала нас чуть ли не в каждом завывании ветра чует недоброе. Ничего другого не приходилось ожидать от этого дьявольского края вечной смерти. Здесь приличествовали кладбищенские, унылые песни канувших в прошлые эпохи. Но услышанные нами звуки разом сняли с нас умопомрачение, в которое мы впали, уже и мысли не допуская, что в глубине антарктического континента может существовать хоть какая-то нормальная жизнь. То, что мы услышали, вовсе не исходило от захороненной в незапамятные времена дьявольской твари, разбуженной полярным солнцем, приласкавшим его дубленную кожу. Нет, существо, издавшее этот звук, было до смешного заурядным созданием, к которому мы привыкли еще в плавании, недалеко от земли Виктории и нашей базе в заливе Макмерта. Его мы никак не ожидали встретить здесь. Короче, этот резкий пронзительный крик принадлежал пингвину. Он донесся откуда-то снизу, как раз напротив коридора, к которому мы только что шли, то есть со стороны приложенного к морской пучине туннеля. Присутствие в этом давно уже безжизненном мире животного, не способного существовать без воды, наводило на вполне определенные предположения, но, прежде всего, хотелось убедиться в реальности крика, а вдруг нам просто послышалось. Он, однако, повторился и даже умножился, орали уже несколько глоток. Пройдя на звуки, мы вошли в арку, которую, видимо, только недавно расчистили от завалов. Оставив дневной свет позади, мы возобновили нашу возню с клочками, тем более, что позаимствовали, хоть и не без брезгливости, изрядную толику бумаги и стюка на санях. Вскоре лед сменился открытой почвой, состоящей преимущественно из обломков Детрита. На ней явственно виднелись следы непонятного происхождения, как если бы что-то тащили. А раз, Дэнфорд заметил очень четкий отпечаток, но о нем не стоит распространяться. Мы шли на крик пингвинов, что соответствовало направлению, в котором, как говорили нам карта и компас, находится вход в северный туннель. Коридор, ведущий туда, к счастью, не был засыпан. Согласно плану, туннель шел из подвала большой пирамидальной конструкции, на которую мы обратили внимание еще во время полета над городом. Она сохранилась лучше многих других построек. Освещая путь единственным фонариком, мы видели, что и тут нас продолжают сопровождать барельефы, но теперь нам было не до них. Впереди замаячил белый громоздкий силуэт, и мы поспешили включить второй фонарик. Как ни странно, мы тут же сосредоточились на новой загадке, позабыв о своих страхах. Те, что оставили часть снаряжения на дне огромного цилиндра и отправились на разведку к морской пучине, могли в любую минуту вернуться, но мы почему-то перестали принимать их во внимание. Миловатое существо, неуклюже ковалявшее впереди, было не менее шести футов росту, но мы ни минуты не сомневались, что оно не из тех, кто побывал в лагере Лейка. Те были выше и темнее, а по земле двигались, несмотря на свою приспособленность к жизни под водой, быстро и уверенно. Это мы помнили из барельефов. И все же, не буду скрывать, мы испугались. На какое-то мгновение нас охватил безотчетный ужас пострашнее прежнего, осознанного, с которым мы ожидали встречи с существами, опередившими нас на пути к туннелю. Разрядка, впрочем, наступила быстро, стоило белому увольну свернуть, переваливаясь в проход под арку, где к нему присоединились двое собратьев, приветствуя его появление резкими пронзительными криками. Это был всего лишь пингвин, хотя и значительно превосходящий размерами обычных королевских пингвинов. Полная слепота еще более усугубляла отталкивающее впечатление, которое производил этот альбинос. Мы последовали за нелепым созданием, а когда ступив под арку направили лучи обоих фонариков на безучастно топчущиеся в проходе троицу, то поняли, что слепыми были и остальные два представителя этого неизвестного науки вида гигантов пингвинов. Они напоминали нам древних животных с барельефов старцев, и мы быстро смекнули, что эти недотепы наверняка были потомками тех прежних великанов, которые выжили, уходя от холода под землю. Вечный мрак разрушил пигментацию и лишил их зрения, сохранив как бы в насмешку ненужные теперь узкие прорези для глаз. Мы ни на минуту не сомневались, что они и теперь обитают на берегах подземного моря, и это свидетельство продолжающегося существования пучины, по-прежнему дарующего тепло и пристанище тем, кто в них нуждается, наполнило нас волнующими чувствами. Интересно, что заставило этих трех увольней особая атмосфера разора и заброшенности, царящая в громадном мертвом городе, не позволяла предположить, что он был для них сезонным пристанищем, а полнейшая равнодушие животных к нашему присутствию заставляло сомневаться, что их с обжитых мест могли вспугнуть опередившие нас незнакомцы, если, конечно, не набросились на пингвинов с целью пополнить свой запас продовольствия. А может животных раздразнил висевший в воздухе едкий запах, от которого бесились собаки, тоже маловероятно, ведь их предки жили в полном согласии со старцами, и это должно было продолжаться под землей. В сердцах посетовав, что мы не можем сфотографировать в интересах науки эти удивительные экземпляры, мы обогнали их, еще долго слыша, как они гогочут и хлопают крыльями ластами, и решительно направились вдоль указанного ими сводчатого коридора к неведомой бездня. Вскоре на стенах исчезли барельефы, а коридор стал заметно ниже, резко пошел под уклон. Видимо, неподалеку находился вход в туннель. Мы поравнялись еще с двумя пингвинами, впереди слышались крики и гогот их собратьев. Неожиданно коридор оборвался, и у нас перехватило дыхание. Перед нами находилась большая сферическая пещера, диаметром 100, а высотой 50 футов. Во все стороны от нее расходились низкие сводчатые галереи, и только один ход 15 футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной черной пустотой. То был несомненно путь, ведущий к великой бездне. Под сводом пещеры, которые явно пытались в свое время придать резцом вид небесной сферы, зрелище впечатляющее, хотя художественно малоубедительное, бродили незрячие и ко всему равнодушные пингвины альбиноса. Туннель зазывно чернел, приглашая спуститься еще ниже, манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму двери. Из таинственно зияющего отверстия казалось стянуло теплом, нам даже почудились струйки пара. Кого же еще кроме пингвинов скрывали эти бездонные недра и эти бесконечные ячейки, пронизывающие землю и гигантские хребты. Нам пришло в голову, что дымка, окутывающая вершины гор, в которой мы любовались самолета и которую Лейк, обманувшись, принял за проявление вулканической активности, могла быть всего лишь паром, поднимающимся из самых глубин земли. Туннель был выложен все теми же крупными глыбами, и поначалу ширина в нем равнялась высоте. Стены украшали редкие картуши, приметы позднего упаднического искусства. Все здесь сохранилось превосходно и кладка, и резьба. На каменной пыли отпечатались следы пингвинов и тех других, опередивших нас. Одни следы вели в сферическую пещеру, другие из нее. С каждым шагом становилось все теплей, и вскоре мы, расстегнув теплые куртки, шли на распашку. Кто знает, не происходят ли там, под водой, вулканические выбросы, благодаря которым подземное море сохраняет тепло. Довольно скоро кладку сменила гладкая скальная поверхность, но это никак не отразилось на размерах туннеля, да и картуши украшали стены с той же регулярностью. Иногда спуск становился слишком крутым, и тогда мы нащупывали под ногами каменные ступени. Несколько раз нам попадались небольшие боковые галереи, не обозначенные на нашем плане. Впрочем, они никак не могли нас запутать и помешать нашему быстрому возвращению. Напротив, в случае опасности мы могли в них укрыться. Неприятный едкий запах тем временем все усиливался. Учитывая обстоятельства, лезть в туннель было чистым безумием. Но в некоторых людях страсть к познанию перевешивает все. Ей уступают даже инстинкты самосохранения. Именно эта страсть игнала нас вперед. Мы повстречали еще несколько пингвинов, сколько нам предстояло идти. Согласно плану, крутой спуск начинался за милю до бездны, но предыдущие скитания научили нас не очень-то доверять масштабам на барельефах. Через четверть мили едкий запах стал почти невыносимым, и мы с особой осторожностью проходили мимо боковых галерей. Температура теперь повсюду выровнялась. Такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. Становилось все жарче, и поэтому мы не удивились, увидев брошенную на пол да более знакомую теплую одежду из карм. В основном это были меховые куртки и палатки, пропавшие из лагеря Лейка, и нам совсем не хотелось рассматривать странные прорези, сделанные похитителями, подгонявшими вещи под свои фигуры. Вскоре число и размеры боковых галерей резко увеличилось, видимо начался район, изрешеченный подземными ходами ячейками предгорий. К едкой вони теперь примешивался какой-то новый, не столь резкий запах. Откуда он взялся мы не понимали и только гадали. Может что-то гниет? Или так своеобразно пахнет какая-нибудь неизвестная разновидность подземных грибов? Неожиданно туннель, как по волшебству, карты нас к этому не подготовили, вдруг расширился, сменившись просторной. По-видимому естественного происхождения пещерой овальной формы с ровным каменным полом приблизительно 75 футов длиной и 50 шириной. Отсюда расходилось множество боковых галерей, теряясь в таинственной мгле. При ближайшем рассмотрении пещера оказалась вовсе не естественного происхождения. Перегородки между отдельными ячейками были сознательно разрушены, сами стены были неровными, с куполообразного потолка свисали сталактиты, а вот пол казалось только что вымели, никаких тебе обломков, осколков и даже пыли совсем немного. Чисто было и в боковых галереях, и это нас глубоко озадачило. Новый запах все усиливался, он почти вытеснил прежнее зловоние. От необычайной чистоты, граничащей прямо таки со стерильностью, мы потеряли дар речи. Это казалось настолько необъяснимым, что произвело на нас более жуткое впечатление, чем все прежние странности. Прямо перед нами начиналась галерея, вход в которую был отделан более тщательно, чем все прочие. нам следовало выбрать его, на это указывали ведущие к нему внушительные груды пингвиньего помета. Решив не рисковать, мы во избежание всяких случайностей начали вновь рвать бумагу, ведь на следы рассчитывать не приходилось. Чистота была прям идеальная, никакой пыли. Войдя в галерею, мы привычно осветили фонариком стены и застыли в изумлении. Как снизился уровень резьбы. Нам уже было известно, что во времена строительства туннелей искусство у старцев находилось в глубоком упадке и сами недавно воочию в этом убедились. Но теперь на подступах к загадочной бездне мы увидели перемены настолько разительные, что не могли найти им никаких объяснений. И форма, и содержание немыслимо декортировали. Говорить о каком-либо мастерстве исполнения просто не приходилось. В новой манере появилось нечто грубое, залихватское. Никакой тонкости. Резьба в орнаментальных завитках была слишком глубокой, и Денфорту пришла мысль, что возможно здесь происходило как бы обновление рисунка, своего рода полемпсест, после того, как обветшала и стерлась старая резьба. Новый рисунок был исключительно декоративным и традиционным, сплошные спирали и углы и казался глубокой пародии на геометрический орнамент старцев. Нас не оставляла мысль, что не только техника, но и само эстетическое чувство подвергли здесь глубокому перерождению, а Денфорд уверял меня, что здесь не обошлось без руки чужака. Рисунок сразу же вызывал в памяти искусство старцев, но это сравнение порождало в нас одновременно и глубокое внутреннее неприятие. Непроизвольно вспомнилось мне еще одно неудачное подражание чужому стилю – пальмирские скульпторы, грубо копирующие римскую манеру. Те, что шли перед нами, тоже заинтересовались резьбой. Об этом говорила использованная батарейка, брошенная рядом с наиболее типичным картушем. Однако из-за недостатка времени мы бросили на эти необычайные барельефы лишь беглый взгляд и почти тут же возобновили путь, хотя далее довольно часто направляли на стену лучи фонариков, высматривая, не появились ли еще какие-нибудь новшества. Но все шло как прежде, разве что увеличивалось расстояние между картушами, слишком много отходило от туннеля боковых галерей. Нам повстречалось несколько пингвинов, мы слышали их крики, но нас не оставляло чувства, что где-то в отдалении, глубоко под землей, гогочат и кричат целые стаи этих больших птиц. Новый запах непонятного происхождения почти вытеснил прежний, едкий. Вновь появившиеся в воздухе стройки пара говорили о нарастающей разнице температур и о близости морской бездны, таящейся в кромешной тьме. И тут вдруг совершенно неожиданно мы увидели впереди, прямо на сверкающей глади пола, какое-то препятствие. Нет, совсем не пингвинов, а что-то другое. Решив, что непосредственной опасности как будто нет, мы включили второй фонарик. Глава одиннадцатая. И вот снова слова застывают у меня на губах. Казалось бы, пора привыкнуть спокойнее на все реагировать, а может даже и ожесточиться. В жизни случаются такие переживания, что ранят особенно глубоко. От них невозможно исцелиться, рана продолжает ныть, а чувствительность настолько обостряется, что достаточно оживить в памяти роковые события, и снова вспыхивают боль и ужас. Как я уже говорил, мы увидели впереди на чистом блестящем полу некое препятствие, и одновременно наши ноздри уловили все тот же новый запах, многократно усилившийся и смешавшийся с едкими испарениями тех, кто шел перед нами. При свете фонариков у нас не осталось никаких сомнений в природе неожиданного препятствия. Мы не побоялись подойти ближе, потому что даже на расстоянии было видно, что распростертые на полу существа не способны больше никому причинить вреда, так же, как их шестеро их товарищей, похороненные под ужасными пятиконечными надгробиями из-за льда в лагере несчастного Лейка. Как и у собратьев, почивших в ледяной могиле, у них были отсечены некоторые члены, а по расползавшейся темно-зеленой вязкой лужице было понятно, что печальное событие случилось совсем недавно. Мы увидели только четверых, хотя из посланий Лейка явствовало, что слезоголовых существ должно быть не менее восьми. Зрелище потрясало и одновременно удивило нас, что зороковая встреча произошла здесь в кромешной тьме. Напуганные пингвины разъяренно щелкали клювами. Подоносившимся издалека криком, мы поняли, что впереди гнездовья. Неужели звездоголовые, потревожив птиц, навлекли на себя их ярость? Судя по характеру ран, такого быть не могло. Ткани, который с трудом рассекал скальпелем лейк, легко выдерживали бы удары птичьих клювов. Кроме того, огромные слепые птицы вели себя исключительно мирно. Может, звездоголовые поссорились между собой? Тогда вина ложится на четырех отступивших, но где они? Прячутся неподалеку и выжидают удобный момент, чтобы напасть на нас? Медленно продвигаясь к месту трагедии, мы опасливо поглядывали в сторону боковых галерей. Что бы здесь ни случилось, это очень напугало пингвинов, они необычайно всполошились. Возможно, схватка связалась недалеко от гнездовья, где-нибудь на берегу бездонной темной пучины, ведь поблизости не было птичьих гнезд. Может, звездоголовые бежали от преследователей? Хотели бы скорее добраться до оставленных саней, но тут убийцы нагнали тех, кто послабее прикончили? Можно представить себе панику среди звездоголовых, когда нечто ужасное появилось из темных глубин, распугав пингвинов, и те с криками и гоготом бросились в бегство. Итак, мы опасливо приближались к загромоздившим проход истерзанным созданиям, но не дошли, а слова создателю бросились прочь. Опрометью понеслись назад по проклятому туннелю, по гладкому скользкому полу, мимо издевательских орнаментов, открыто высмеивающих искусство которому подражали. Мы бросились бежать, прежде чем уяснили себе, что же все-таки увидели, прежде чем наш мозг опалило знание, из-за которого никогда уже нам не будет на земле покоя. Направив свет обоих фонариков на распростертые тела, мы поняли, что более всего встревожило нас в этом жутком месиве. то, что жертвы были чудовищно растерзаны и искалечены, а то, что все были без голов. Подойдя еще ближе, мы увидели, что головы не просто отрубили, а изничтожили каким-то дьявольским способом. Оторвали или скорее отъели. Кровь темно-зеленая, все еще растекавшаяся лужицей, источала невыносимое зловоние, но теперь его больше всего забивал новый, неведомый запах. Здесь он ощущался сильнее, чем прежде, по дороге сюда. Только на совсем близком расстоянии от поврежденных существ мы поняли, где таится источник этого второго, необъяснимого запаха. И вот тогда Денфорд вспомнил некоторые барельефы, живо воспроизводящие жизнь старцев во время Перми 150 миллионов лет назад издал пронзительный истошный вопль, отозвавшийся мощным эхом в этой древней сводчатой галерее со зловещей и глубоко порочной резьбой на стенах. Секундой позже я уже вторил ему. В моей памяти тоже запечатлился старинный барельеф, на котором неизвестный скульптор изобразил покрытые мерзкой слизью и распростертое на земле тела обезглавленного старца. Это чудовищные шаготы убивали таким образом своих жертв, отъедая головы и высасывая из них кровь. Происходило это в годы их неповиновения во время изнурительной тяжелой войны с ними старцев. Высекая эти кошмарные сцены, художник нарушал законы профессиональной этики, хотя и изображал события, уже канувшие в лету, ведь шаготы и последствия их деяний явно были запретом для изображения предметом. Несомненно, на это существовало табу. Недаром безумный автор некрономикона пылко заверял нас, что подобные твари не могли быть созданы на земле и что являлись они людям только в наркотических грезах. Бесформенная протоплазма до такой степени способная к имитации чужого вида, органов и процессов, что копию трудно отличить от подлинника. Липкая пузырчатая масса, эластичные пятнадцатифутовые сфероиды, легко поддающиеся внушению послушной рабы, строители городов, все строптивее, все умнее, живущие и на земле и под водой, и все больше постигающие искусство подражания. О, Боже! Какая нелегкая дернула этих несчастливых старцев создать этих тварей и пользоваться их услугами? Теперь, когда мы с Дэнфордом воочию увидели блестящую маслянистую черную слизь, плотно обволакивающую обезглавленные тела, когда в полную силу вдохнули этот ни на что не похожий мерзкий запах, источник которого мог себе представить только человек с больным воображением, исходил он от слизи, которая не только осела на телах, но и поблескивала точечным орнаментом на грубо и вульгарно переиначенных картушах. Лишь теперь мы всем своим существом почуяли, что такое поистине космический страх. Мы уже не боялись тех четверых, которые сгинули неведомо где и вряд ли представляли теперь опасность. Бедняги, они-то как раз не несли в себе зла. Природа сыграла с ними злую шутку, вызов из векового сна. Какой трагедии обернулось для них возвращение домой. То же станет и с остальными, если человеческое безумие, равнодушие или жестокость вырвут их из недр мертвых или спящих полярных просторов. Звездоголовых нельзя ни в чем винить. Что они сделали? Ужасное пробуждение на страшном холоде в неизвестную эпоху и, вполне вероятно, нападение разъяренных и стошно лающих четвероногих? Отчаянное сопротивление и, наконец, в придачу окружившие их неистовые белые обезьяны в диковинных одеяниях несчастный лейк, несчастные гэдни и несчастные старцы. Они остались до конца верны своим научным принципам. На их месте мы поступили бы точно так же. Какой интеллект, какое упорство. Они не потеряли головы при встрече с неведомым, сохранив спокойствие духа, как и подобает потомкам тех, кто изображен на барельефах. Кого бы они не напоминали внешним обликом, морских звезд или каких-то наземных растений, мифических чудовищ или инопланетян, по сути своей, они были людьми. Они перевалили через заснеженные хребты, на склонах которых ранее стояли храмы, где они возносили хвалу своим богам. Там же они прогуливались когда-то в зарослях древних папоротников. Город, в который они так стремились, спал, объятый вечным сном, но они сумели, как и мы, прочитать на древних барельефах историю его последних дней. Ожившие старцы пытались разыскать своих соплеменников здесь, в этих легендарных темных недрах. И что же они нашли? Примерно такие мысли рождались у нас с Дэнфордом при виде обезглавленных и выпачканных мерзкой слизью трупов. Затем мы перевели взгляд на резьбу, вызвавшую отвращение своей вульгарностью, над которой жирно поблескивала только что нанесенная гнусной слизью надпись из точек. Теперь мы поняли, кто продолжил жить, победив старцев в подводном городе на дне темной бездны, по краям которой устроили свои гнездовья пингвины. Ничего здесь не изменилось. Должно быть. И теперь над пучиной все так же дымятся клубы пара. Шок от ужасного зрелища обезглавленных, перепачканных гнусной слизью тел был так велик, что мы застыли на месте не в силах вымолвить ни слова и только значительно позже, делясь своими переживаниями, узнали о полном сходстве наших мыслей. Казалось, прошли годы. На самом же деле мы стояли так окаменевшие не более десяти-пятнадцати секунд. И тут в воздухе навстречу нам поплыли легкие стройки пара, как бы от дыхания приближающегося к нам, но еще невидимого существа. А потом послышались звуки, которые разрушили чары, открыли нам глаза, и мы опрометью бросились на утек мимо испуганных гогучущих пингвинов. Мы бежали тем же путем, топча брошенную нами бумагу, поизвивавшимся под ледяной толщей сводчатым коридором назад, скорее в город. Выбежав на дно гигантского цилиндра, мы заторопились по древнему пандусу, а цепенело автоматически стали карабкаться вверх, наружу, к спасительному солнечному свету. Только бы уйти от опасности. Мы считали в соответствии с гипотезой Лейка, что трубные звуки издают те, которые сейчас в большинстве своем были уже мертвы. Значит, кто-то уцелел. Денфорд позже признался, что именно такие звуки только более приглушенные. Он и слышал при нашем вступлении в город, когда мы осторожно передвигались по ледяной толще. Они удивительно напоминали завывания, доносившиеся из горных пещер. Не хотелось бы показаться наивным, но все же прибавлю еще кое-что. Тем более, что Денфорду по странному совпадению пришла в голову та же мысль. Этому же, конечно, способствовал одинаковый круг чтения. Денфорд к тому же намекнул, что по его сведениям, По, работая сто лет назад над Артуром Гордоном Пимом, пользовался неизвестными даже ученым тайными источниками. Как все, наверное, помнят, в этой фантастической истории некая огромная мертвенно-бледная птица, живущая в самом сердце зловещего антарктического материка, постоянно выкрикивает некое никому неизведанное слово, полное рокового скрытого смысла. Текелили, текелили, уверяю вас. Именно его мы расслышали в коварно прозвучавших за клубами белого пара громких трубных звуках. Они еще не отзвучали, а мы уже со всех ног неслись прочь, хотя знали, как быстро перемещаются старцы в пространстве. Выжившему участнику этой немыслимой бойни, тому, кто издал этот непередаваемый трубный клич, не стоило большого труда догнать нас, хватило бы минуты. Мы смутно надеялись, что нас сможет спасти отсутствие агрессии и открытое проявление нами добрых намерений. В преследователе могла проснуться любознательность. В конце концов, зачем причинять нам вред, если ему ничто не угрожает? Пробегая по галерее, где невозможно было укрыться, мы на секунду замедлили бег и нацелив наши лучи фонариков заметили, что облако пара рассеивается. Неужели мы наконец увидим живого и невредимого жителя древнего города? И тут снова прозвучало Текили Текили Преследователь отставал. Может он ранен? Но мы не решались рисковать, ведь он услышав крик Денфорда не убегал от врагов, а устремился вперед. Времени на размышления не было, оставалось только гадать, где сейчас пребывали убийцы его соплеменников эти непостижимые для нас кошмарные создания. Горы зловонные, изрыгающие слизь протоплазмы, покорившие подводный мир и направившие посланцев на сушу, где те, ползая по галереям, испоганили барельеф старцев. Скажу откровенно, нам было жаль оставлять этого последнего и возможно раненого жителя города на почти верную смерть. Слава Богу мы не замедлили бег, пар вновь сгустился, мы летели вперед со всех ног, а позади хлопая крыльями, испуганно кричали пингвина. Это было само по себе странно, если вспоминать, как вяло они реагировали на наше присутствие. Вновь послышался громкий трубный клич. Текили-или, текили-или! Значит мы ошибались. Звездоголовый не был ранен, он просто задержался у трупов своих товарищей, над которыми что означало дьявольская надпись, но она могла оскорбить Звездоголового. Похороны в лагере Лейка говорили о том, что старцы безмерно чтут своих усопших. Включенные на полную мощь фонарики высветили впереди ту уже известную нам большую пещеру, где сохранилось множество подземных ходов. Мы облегченно вздохнули, вырвавшись наконец из плена загаженных шаготами стен. Даже не разглядывая мерзкую резьбу, мы ощутили ее всем своим естеством. При виде пещеры нам пришло также в голову, что возможно наш преследователь затеряется в этом лабиринте. Находившиеся здесь слепые пингвины альбиносы пребывали в страшной панике. Казалось, они ожидают появления чего-то ужасного. Можно попробовать притушить фонарики и в надежде, что испуганометящиеся и гогочущие огромные птицы заглушат нас слоновый топот, юркнуть прямиком в туннель. Кто знает, вдруг удастся обмануть врага. В туманной дымке грязный тусклый пол основного туннеля почти не просматривался, разительно отличаясь от зловещей поблескивавшей позади нас галереи. Тут даже старцам с их шестым чувством, позволявшим до какой-то степени ориентироваться в темноте, пришлось бы туго. мчаться, что есть силы по туннелю в направлении мертвого города. А попадимы ненароком в одну из боковых галерей, последствия могли быть самыми непредсказуемыми. То, что мы сейчас живы, доказывает, что существо, гнавшееся за нами, ошиблось и выбрало не тот путь. Мы же чудом попали куда надо. И еще нам помогали пингвины и туман. К счастью, водные пары то сгущались, то рассеивались. В нужный момент закрывали нас плотной завесой. А вот раньше, когда мы только вбежали в пещеру, оставив позади оскверненную гнусной резьбой галерею и в отчаянии оглянулись назад. Вот тогда дымка несколько разошлась и перед тем, как притужить фонарики и смешавшись с пингвиньей стоя и попытаться незаметно улизнуть, мы впервые увидели догонявшую нас тварь. Судьба была благосклонна к нам позже, когда скрывала нас в тумане, а в тот момент она явила нам свой грозный лик. Мелькнувшее видение отняло у нас покой до конца наших дней. Заставил нас обернуться из вечной инстинкт догоняемой жертвы, которая хочет знать, каковы ее шансы, хотя, возможно, здесь примешались и другие подсознательные импульсы. Во время бегства все в нас было подчинено одной цели спастись. Мы не только не замечали ничего вокруг и, уж, конечно, ничего не анализировали, но в мозг, тем не менее, помимо нашей воли, поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. Удивительно, но запах не менялся. В воздухе висело все то же зловоние, которое поднималось ранее над измазанными слизью обезглавленными трупами, а ведь запаху следовало бы измениться. Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать прежний едкий запах, неизменно сопровождавший звездоголовых, но все наоборот. Ноздри захлестывала та самая вонь. Она нарастала с каждой секундой, становясь все ядовитее. Казалось, мы оглянулись одновременно, как по команде, но на самом деле, конечно же, первым был один из двоих, хотя второй тут же последовал его примеру. Оглянувшись, мы включили на полную мощность фонарики и направили лучи света на поредевший туман. Поступили мы так, возможно, из обычного страха, желая знать, в чем именно заключается опасность, а может, из подсознательного стремления ослепить врага, а потом, пока он будет приходить в себя, скользнув меж пингвинов, юркнуть в туннель. Но лучше бы нам не оглядываться. Ни Орфей, ни жена Лота не заплатили больше за этот безрассудный поступок. И тут снова послышалась ужасная тикелили, тикелили. Буду предельно откровенным, хотя откровенность дается мне с большим трудом и доскажу все, что увидел. В свое время мы даже друг с другом избегали говорить на эту тему, впрочем, никакие слова не передадут и малой толике пережитого ужаса. Зрелище настолько потрясло нас, что можно только диву даться, как у нас хватило соображения, притушить фонарики, да еще выбрать правильное направление. Есть только одно объяснение, нами руководил инстинкт ани разум. Может, так оно было и лучше, но все равно за свободу мы заплатили слишком большой ценой. Во всяком случае, с рассудком у нас с тех пор не совсем в порядке. Дэнфорд совсем потерял голову. Помнится весь обратный путь, он твердил на бегу одно и то же. Для любого нормального человека это звучало быть чудовищным бредом. Только я один понимал, откуда это взялось. Голос его разносился эхом по коридорам, теряясь среди криков пингвинов и замирая где-то позади, в туннеле, где, к счастью, уже никого не было. Слава богу, он забубнил этот бред не сразу после того, как оглянулся, иначе нас давно бы уже не было в живых. Страшно даже вообразить себе нашу возможную участь. Бедняга перечислял знакомые станции подземки, проложенные из Бостона в Кембридж за тысячи миль отсюда, в мирной земле Новой Англии, но мне его нервный лепет не казался ни бредом, ни некстати проснувшимися ностальгическими чувствами. Дэнфорд находился в глубоком шоке, но я тут же безошибочно уловил пришедшую ему на ум болезненную аналогию. Оглядываясь, мы ни на минуту не сомневались, что увидим жуткое зрелище, но все же вполне определенное. К обличию звездоголовых мы как-то привыкли и смирились с ним. Однако в зловещей дымке вырисовывалось совершенно другое существо, гораздо более гнусное. Оно казалось реальным воплощением чужого и народного организма, какие любят изображать наши фантасты, и больше всего напоминало движущийся состав, если смотреть на него с платформы станции метро. Темная громада, усеянная ярко светящимися разноцветными точками, рвалась из подземного мрака, как пуля из ствола. Но мы находились не в метро, а в подземном тоннеле, а за нами гнала синусоидно извиваясь кошмарная, черная, блестящая тварь длиною не менее пятнадцати футов, изрыгавшая зловоние и все более набирающая скорость. Густой пар окружал ее восставшую из морских глубин. Это невообразимое чудовище, бесформенная масса пузырящейся протоплазмы, слабо иллюминировала, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснувших глазиков и неслось прямо на нас. Массивнее любого вагона, оно безжалостно давило испуганных беспомощных пингвинов, скользя по сверкающему полу, ведь именно эти твари отполировали его до полного блеска. Вновь издевательски прогремел дьявольский трубный глаз. Текелилли, текелилли. И тут мы вспомнили, что этим нечестивым созданием Шаготам старцы дали все жизнь, способность мыслить, пластические органы. Шаготы пользовались их точечным алфавитом и, конечно же, подражали в звучании языку своих бывших хозяев. Глава 12 Не все запомнилось нам с Денфордом из нашего поспешного бегства, но кое-что все-таки удержалось в памяти. Помним, как пробежали громадную пещеру, куполу которой старцы предали черты небесной сферы, как, несколько успокоившись, шли потом коридорами и залами мертвого города, но все это помним как во сне. Как будто мы находились в лизорном призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсутствовали время, причинность, ориентиры. Нас несколько отрезвил сумеречный дневной свет, падавший на дно гигантской цилиндрической башни, но мы все же не осмелились приблизиться к оставленным саням и взглянуть еще раз на несчастного гадни собаку. Они покоились здесь, как на дне громадного круглого мавзолея. Я от всей души надеюсь, что их мертвый сон никто и никогда не потревожит. Лишь взбираясь по колоссальному пандусу, мы осознали, насколько устали. От долгого бега в разреженной атмосфере перехватывало дыхание, но ничто не могло заставить нас остановиться и перевести дух, пока мы не выбрались наружу и не оказались под открытым небом. Карабкаясь на вершину сработанного из цельных глыб 60-ти футового цилиндра, пыхтя и отдуваясь, мы тем не менее понимали, что сейчас происходит. Наше глубоко символичное прощание с городом. Параллельно Пандусу шли полосой героические барельефы, выполненные в изумительной технике древней эпохи 40 миллионов лет назад. Последний привет от старцев. Поднявшись на вершину башни, мы как предполагали, обнаружили, что спускаться нам предстоит по замерзшему каменному крошеву, окружившему башню снаружи на манер холма. На западе выселись другие, не менее громадные постройки. На востоке же, в той стороне, где дремали вдали занесенные снегом вершины великих гор, здания обветшали и были заметно ниже. Косые лучи низкого антарктического полуночного солнца пробивались сквозь строй покосившихся руин, а город по контрасту со знакомым полярным пейзажем казался еще древнее и угрюмее. В воздухе дрожала и переливалась снежная пыль, мороз пробивал до костей. Устало опустив рюкзаки, которые лишь чудом сохранились во время нашего отчаянного бегства, мы застегнули пуговицы на куртках и начали спуск. Потом побрели по каменному лабиринту к подножьям гор, где нас дожидался самолет. Здесь весь путь мы ни словом не обмолвились о том, что побудило нас спасаться бегством, так и не позволив побыть на краю загадочной и самой древней бездны на земле. Менее чем через четверть часа мы по крутой древней террасе спустились туда, откуда был виден темный силуэт нашего самолета, оставленного на высокой площадке среди вмерших в лед редких руин. На полпути к нему мы остановились переводя дух и посмотрели еще раз на оставленные позади фантастические каменные джунгли, четко и таинственно отпечатанные на фоне неба. В это время туманная дымка, затягивавшая западную сторону небосвода, рассеялась, снежная пыль устремилась ввысь, сливаясь в некий диковинный узор, за которым казалось вот-вот проступит некая страшная роковая тайна. За сказочным городом на совершенно белом небосклоне протянулась тонкая фиолетовая ломаная линия. Ее острые углы, озаренные розовым сиянием, призрачно вырисовывались на горизонте. Плоскогорье постепенно шло ввысь к этому таинственному мерцавшему и манившему венцу. Местность пересекала бывшая русла реки, похожая теперь на неровно легшую тень. У нас захватило дух от неземной красоты пейзажа, а сердце екнуло от страха. Далекая фиолетовая ломаная линия была ничем иным, как подступившим силуэтом зловещих гор, к которым жителям города запрещалось приближаться. Эти высочайшие на земле вершины являлись, как мы поняли, средоточием чудовищного зла, вместилищем отвратительных пороков и мерзостей. Им опасливо поклонялись жители древнего города, страшившиеся приоткрыть их тайну даже на своих барельефах. Ни одно живое существо не ступало на склоны загадочных гор, лишь жуткие наводящие ужас молнии задерживались в долгие полярные ночи на острых вершинах, освещая таинственным светом землю далеко вокруг. На полярных просторах они стали как бы прообразом непостижимого кадата, находившегося на зловещем плато Лэнг, о чем смутно упоминается в древних легендах. Если верить виденным нами барельефам и резным картам, до загадочных фиолетовых гор было почти 300 миль, однако очертания их четко проступали над раскинувшейся снежной гладью, а зубчатые вершины, круто взмывая ввысь, вызывали ощущение того, что они находятся на чужой, полной невидомых опасностей планете. Высота этих вершин была немыслимой, недоступной человеческому воображению. Они уходили в сильно разреженные слои земной атмосферы, которые посещали разве что призраки, не остался в живых, чтобы поведать о своем непонятном, неподдающемся объяснению внезапном крушении. Вид гигантских гор заставлял меня не без дрожи вспоминать барельефные изображения, которые подсказывали нам, что Великая река могла нести с проклятых склонов нечто, державшее жителей города в смертельном ужасе. И я мысленно задавал себе вопрос, а не был ли их страх порождением укоренившегося предрассудка. Я припомнил также, что горы эти своей северной оконечностью выходят к побережью в районе земли королевы Мэри, где в тысячи миль отсюда именно сейчас работает экспедиция сэра Дугласа Моусона и от всей души пожелал, чтобы ни с научным руководителем, ни с прочими членами экспедиции не случилось нечто дурного и чтобы они даже не заподозрили, сколь опасные гиганты таятся за грядой прибрежных скал. Эти мысли ужасно угнетали меня, нервная система была напряжена до предела, а Дэнфорд просто находился на грани срыва. Однако, еще задолго до того, как мы, миновав руины пятиконечного утроения, достигли самолета, наши неопределенные страхи обрели вполне четкую мотивацию. Черные, усеянные вмершими в лед руинами склона хребтов безумия, заслонив от нас высоченной стеной восточную часть неба, вновь напомнили нам о таинственных азиатских полотнах Николая Рериха. То и дело мысленно возвращаясь к ужасным бесформенным тварям, которые, изрыгая зловоние, копошились в подземных норах, пронизывавших хребты вплоть до вершин, мы содрогались от страха, представляя, как будем вновь пролетать над круглыми отверстиями, пробуренными в земле, и как от трубного завывания ветра у нас будет холодеть в груди. Хуже того, кое-какие вершины окутывал туман, ведь Нега Лейк принял это за проявление вулканической деятельности, и мы ежились, вспоминая туманные завитки в подземном туннеле, и представляя себе адскую бездну, от которой самолет благополучно дожидался нас на прежнем месте, и мы, напелив на себя всю теплую одежду, приготовились к взлету. Денфорд слегка завел мотор, и самолет без труда плавно взмыл в воздух, унося нас от кошмарного города. Внизу вновь поплыл каменный лабиринт, а мы поднимались все выше, замеряя силу и направление ветра. Должно быть, где-то в верхних слоях зарождались там облака, но на высоте 24 тысяч футов над перевалом условия для полета через горы были довольно сносны. Когда мы приблизились к торчащим пикам, вновь послышались странные трубные звуки, от чего Денфорда, сидевшего у штурвала, стреслись руки. Хотя я был средним пилотом, скорее дилетантом, но тут все же решил вести самолет сам. В сложных условиях лавирования между пиками слишком опасно было доверять управлению человеку, потерявшему голову от страха. Денфорд даже не протестовал. Собрав всю свою волю, я сосредоточился на управлении и старался вести самолет как можно увереннее, не сводя глаз красноватого клочка неба, открывшегося в провале между пиками. Я сознательно избегал смотреть на клубившийся у вершины туман и, слыша тревожные трубные звуки, завидовал в душе Одиссею, который в подобной рующему пению сирен, залепил уши воском. Денфорд же, оставшись без дела и томясь внутренним беспокойством, не мог спокойно усидеть на месте. Он все время крутил головой, провожал взглядом оставшийся позади город, глядел вперед на приближавшиеся равнины, изрытые пещерами и усеянные прямоугольными руинами, поворачивая то в одну, то в другую сторону, где проплывали внизу заснеженные предгорья, с утопавшими в снегу развалинами крепостных стен, а иногда устремлял взор в небо, следя за фантастическими сочетаниями мчавшихся над нами облаков. Вдруг у самого перевала, когда я, вцепившись в штурвал, преодолевал самый ответственный участок пути, раздался его истошный вопль, который чуть не привел к катастрофе. Штурвал дрогнул у меня в руках, я едва не потерял управление. К счастью, мне удалось совладать с волнением, и мы благополучно завершили перелет, но вот Денфорд, боюсь, он никогда теперь не обретет душевного равновесия. Как я уже говорил, Денфорд наотрез отказался поведать мне, что за кошмарное зрелище заставило его завопить с такой силой, а ведь именно оно окончательно лишило юношу покоя. Оказавшись по другую сторону хребтов безумия и чувствуя себя в безопасности, мы наконец заговорили, обмениваясь громкими, чтобы перекричать шум мотора и завывания ветра замечаниями. В основном они касались наших взаимных обещаний не разглашать ничего, имеющего отношение к древнему городу. Эти поистине космические тайны не должны стать достоянием широкой публики, предметом зубоскальства и клянусь, я никогда бы и рта не раскрыл, если бы не вполне реальная перспектива работы в тех краях экспедиции Старкует Рамура и прочих научных коллективов. В интересах безопасности человечества нельзя бесцеремонно заглядывать в потаенные уголки планеты и проникать в ее бездонные недра, ибо дремлющие до поры монстры. Выжившие адские создания могут восстать от сна, могут выползти из своих темных нор, подняться со дна подземных морей, готовые к новым завоеваниям. Мне удалось выпытать у Денфорда, что его последнее жуткое зрительное впечатление напоминало мираж. По его словам, оно не имело ничего общего ни с кубическими сооружениями на склонах, ни с поющими, источающими пар пещерами хребтов безумия. Мелькнувшее среди облаков дьявольское видение открыло ему, что тает фиолетовые горы, которых так боялись и к которым не осмелились приближаться старцы. Возможно, видение являлось наполовину галлюцинацией, вполне вероятно, после перенесенных нами испытаний, а наполовину тем нераспознанным им миражом, который мы уже созерцали, подлетая днем назад к лагерю Лейка. Но, чтобы это ни было, оно лишило Денфорда покоя до конца его дней. Иногда с его губ срываются бессвязные, лишенные смысла словосочетания, вроде «черная бездна», «резные края», «прото-шаготы», «пятимерные», «наглухо закрытые» «конструкции», «мерзкий цилиндр», «древний фарос», «йоксатот», «исходная», «белая студенообразная структура», «космический оттенок», «крылья», «глаза в темноте», «лунная дорожка», «первозданный», «вечный», «неумирающий» и прочие странные словосочетания. Придя в себя, он ничего толком не объясняет, связывая свои темные высказывания с неумеренным чтением в юные годы опасной эзотерической литературы. Денфорд, один из немногих, осмелился дочитать до конца источенный временем том Некрономикона, хранившийся под замком в библиотеке университета. Помнится, когда мы летели над хребтами безумия, небо хмурилось и, хотя и ни разу не посмотрел вверх, но, думаю, углубившиеся снежные вихри принимали там фантастические очертания. Быстробегущие облака могли усилить, дополнить и даже исказить картину. Воображение с легкостью разукрасить ее еще больше, а к тому времени, когда Денфорд впервые заикнулся о своем кошмарном видении, она успела также обрасти аллюзиями из его давнего чтения. Не мог узреть он так много в одно мгновение. Тогда же, над хребтами, он истошно вопил одно и то же. Безумные, услышанные нами одновременно слова. Текелили! 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 Субтитры создавал DimaTorzok